Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу пророка Захарии. На очереди у нас шестая глава. Глава сложная, и имеются текстологические проблемы, и для понимания она непростая. В ней содержится восьмое видение, последнее видение, и его истолкование. Пророк рассказывает о обстоятельствах этого видения. «И опять поднял я глаза мои». Поднял глаза мои вверх, и вижу, говорит, «Вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами, и горы те горы медные. В первой колеснице четыре колесницы, запряженные конями». У каждой колесницы два или более коней, потому что в первой колеснице кони рыжие, во второй колеснице кони вороны, в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие сильные. Четыре масти конских, ими запряжены четыре колесницы, и все они направляются из этого самого ущелья между двумя медными горами по четырем сторонам света. Но, правда, дальше будет говориться только о севере и юге. Но здесь вот четыре направления. «И начав речь, я сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой?» Опять один и тот же вопрос пророк задает. Он не понимает, что это заведение, в чем его смысл. Вот с этими же самими мастями коней мы встречаемся в книге «Апокалипсис Иоанна», как вы помните. «И отвечал ангел и сказал». То есть довольно апокалиптические картины. Здесь видит Захария. И здесь вот в этих главах, в этих видениях ангел и все остальное, и все эти животные, и разные предметы, и образы предстают пред тайновидцем Захарии. Все это черты апокалиптической литературы, которая корнями своими уходит в классическое пророчество. Вот и книга Захарии в том числе, но еще книга Иоиля, Иезекииля, ну а также, конечно, книга Даниэля, Даниила. Да, так вот, ангел отвечает на вопрос Захарии и говорит ему, пятый стих, «Это выходят четыре духа небесных». Рухот, ветры, духи, можно перевести лучше «через ветер», четыре ветра небесных, которые предстоят пред Господом всей земли. Господь посылает ветры. Рухот, то вот, добрые ветры. Рухот, раот, злые ветры. Духи злые, ветры злые. Не всегда легко отличить, где вот этот самый термин руах или множественное число руход говорит нам об атмосферном каком-то явлении и где он имеет богословское значение, то есть говорит о духе Божьем. Вот здесь ветры, скорее всего, духи эти самые, не какие-то ангелы, а просто вот ветры. Вороны и кони там выходят к стране северной. Северная страна, Ассирия, потом Вавилон, потом Персия. Чтобы в них попасть, нужно идти не напрямую из святой земли по сирийской пустыне шагать, а лучше идти сначала на север, потом дойти до Аронта, до Ефрата, до Аронта, потом повернуть к Ефрату и пойти на восток. То есть Вавилония располагается на северо-востоке. Но сначала, чтобы туда идти, надо идти строго на север. Поэтому здесь север. Север – это Вавилония, это враг. И там сейчас во времена Захарии Персия. И туда отправляются вот эти самые вороны и кони, колесницы. И белые идут за ними, а пеги идут к стране полуденной. Значит, белые кони и вороные, то есть черные, идут к стране северной, Вавилонию. Пеги идут к стране полуденной, то есть к стране южной. Белые, пеги и рыжие. Вот что стало с рыжими, неизвестно. Куда они пошли? Может быть, они вместе с пегими пошли тоже к стране полуденной, но об этом здесь не говорится. И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю. И он сказал, идите, пройдите землю. И они прошли землю. Какие-то вот сильные существа, посланные Богом и ангелом его. И они проходят землю, всю землю они обходят, эти божественные слуги, божественные посланники. Тогда позвал он меня, названные здесь сильными. Тогда позвал он меня, ангел позвал Захарию, и сказал мне так, смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной. Здесь ангел зовет Захарию, но через ангела говорит Господь, озвучивает слово Господне. Они успокоили дух Господень на земле северной. Почему посылаются эти ветры, то есть эти кони, запряженные в колеснице? Потому что там в Шеннааре, о котором шла речь в предыдущей главе, то есть в Вавилонии, в Междуречии, оставалось еще много иудеев, которые медлили прийти и помогать в строительстве храма. Оставались там очень долго. Было же несколько волн репатриации, многие просто остались и не захотели возвращаться. И в конце концов ассимилировались там в Персидской империи, в этой многонациональной. растворились в ней среди других народов, персы, медийцы и так далее. Поэтому здесь, в этом видении, содержится весть такая призывающая. Призыв содержится остатком этих самых невозвращенцев, чтобы они стали возвращенцами, чтобы они вернулись таки в землю, обетованную их правоцам, обетованную Богом для их правоцов, вернулись туда и соединились с теми, кто уже вернулся, в общем усилии построить храм, отстроить и землю, и общину. Говорится, они успокоили дух мой, дух Господень или ветер его, можно по-разному здесь истолковать в богословском смысле, как дух Божий или как ветер, который послал Господь. Вот они утихомирили, успокоили, наступил штиль, наступил штиль. И было слово Господне ко мне, 9 стих. Все, 8 стихом видение окончилось. 9 стих, новая тема. Возьми у пришедших из плена, у Хелдая, у Тавии, у Едая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Сафониева, куда они пришли из Вавилона. А что взять-то? О том, что взять в следующем стихе. Возьми серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова и Иерея Великого. Здесь вот этот 11 стих представляет собой очень большую трудность для истолкователей, для экзигетов. Ну, почему венца-то два, а упомянут лишь один человек? Возложи оба этих венца, дескать, на голову Иисуса, сына Иосидекова, первого священника. Куда делся Зарававель? Зарававель, возможно, был удален из текста переписчиками позднейшими, по только им известной причине, о которой можем мы лишь догадываться. Зарававель вернулся, как известно, обратно в Персию, вернулся туда, закончилась его миссия, он перестал быть наместником в Иудее, персидским наместником, полномоченным перси, полномоченным представителем персидского монарха в Иудее. Остался только Иисус, сын Иосидеков, во главе общины. То есть вот эта симфония гражданской власти, представляемая Зарававелем, и религиозной власти, представляемой первозвещенником Иисусом, она закончилась. Она и в монархическую эпоху, допленную, были лишь редкие моменты, когда действительно была такая вот симфония. Часто монархи загребали себя, заграбаствовали всю власть, ту власть, которая должна была быть у первосвященника. То есть управляли, подчиняли себе эту власть первосвященника. Здесь, видимо, происходила наоборот персидскую эпоху. Победила партия, победила сторона первосвященника. И в отсутствие надежного и твердого светского правления гражданского вся, в том числе, светская гражданская власть перешла тоже к первосвященнику. Опять не эта самая симфония не устояла. Предлагаются здесь конъюнктуры, то есть исправление этого текста. Можно сравнить то, что написано в Септуагинте, но вот еврейский текст предлагается изменить так. «И будет Иисус священник, одесную его». Это в 13 стихе, значит, там, где говорится, «Он вас создат в Храм Господне, примет славу». Мы сейчас до этого дойдем. Вот. Ну а здесь из 11 стиха удалено, по всей видимости, имя Зарававеля, осталось только имя Иисуса, Иисуса первосвященника. «И скажи ему, скажи ему Иисусу, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст Храм Господень». Вот это отрасль, это наименование уже мы встречали в 3 главе, 8 стихе. Здесь опять отрасль, «Нецер» на иврите. «Нецер» — это росток, произрастание, произрастение, отрасль, отпрыск. Существует несколько синонимов в книге Исаии. В книге Исаии там не «Нецер», но присутствуют синонимы. А вот в книге Иеремии, интересно, интересно, что в книге Иеремии мы встречаем тот же самый «Нецер». в 23 главе, в 5 стихе, говорится, «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду». Видимо, здесь содержится отсылка, может быть, непрямая цитата из вот этого самого текста Иеремии. Иеремия пророчествует о том, что будет после плена восстановлено Давидово царство. Отрасль здесь – это потомок Давида, который восстанавливает мессианское Давидово царство. Поступать будет мудро, как Давид, судить будет праведно, все, что перерогатива царя – судить праведно, и поступать мудро, как Давид, как Соломон. Вот таким же будет новый, идеальный Давид, правитель и остатков народа, возвратившихся из плена. Так пророчествует Иеремия. Это пророчество живо, и оно здесь актуализируется у Захарии. Понятно, что этот стих носит мессианский характер. Вот здесь отрасль – это, по всей видимости, Зоровавель, потомок Давида. Монархия не была восстановлена. Почему? Не похоже, чтобы персы препятствовали этому восстановлению. Мог быть монарх, вполне тот же самый Зоровавель, быть вассальным по отношению к Персии царем и править иудеей. Но этого не произошло исторически, и община иудейская в персидскую эпоху была после какого-то короткого периода симфонии, двоевластия, она стала чисто религиозной, и все бразды правления обществом и народом были в руках первосвященника и священников вообще. Это была религиозная община. И гражданская власть принадлежала тоже первосвященнику, высшая власть. Так вот, этот муж отрасль, здесь пророчество Зоровавеля, впоследствии христианские экзегеты предлагают это ко Христу, который тоже потомок и Давида, и Зоровавеля по прямой линии, Иисус, Христос, помазанник, не случайно он имеет такое прозвище Христос, то есть помазанник, Мащех, так же, как Давид был помазан и как здесь помазанник. Должно было быть два помазанника Зоровавель и Иисуса и Осидеков, но Зоровавель помазан по всей видимости так и не был, а вот Иисус сын Осидеков был помазан как всякий первосвященник, это понятно. Он произрастет, этот муж, эта отрасль произрастет из своего корня и создаст Храм Господень. Здесь речь о втором храме. Зоровавель должен руки его Иисуса и Зоровавеля, они должны достроить этот храм, в данном случае речь о Зоровавеле. И 13 стих «И создаст Храм Господень и примет славу и воссядет и будет владычествовать на престоле своем». Престол Давида, престол Зоровавеля, он должен на нем владычествовать. «Будет и священником на престоле своем и совет мира будет между тем и другим, между тем и другим, между кем и кем». Здесь как будто в 13 стихе речь идет об одном лице. То раздваивается, то соединяется. То есть текст плохо сохранился, подвергался, видимо, какому-то исправлению книжниками в древности. После того, как неизвестно, что стало с Зоровавелем, когда он вернулся в Персию, уже, видимо, не смог возвратиться обратно. Всю власть захватили первосвященник и его помощники. Вот здесь предлагается эта самая конъюнктура, о которой я сказал, предлагается вот что. «И будет Иисус священник одеснуя его». То есть одеснуя вот этой отрасли, этого мужа, который от своего корня создат храм Господень. То есть одеснуя Зоровавеля будет Иисус сын Иоседеков. Одеснуя светской власти рядом с ней будет власть одесную, будет власть религиозная, то есть представленная в лице Иисуса сына Иоседекова первосвященника, великого священника Коэн Гадоль. Будет священником на престоле, то есть будут два престола, светская власть и религиозная власть, царь, батюшка и первосвященник. Но этому не суждено было сбыться ни во времена Зоровавеля, ну и не при первом пришествии Христа тоже. Поэтому храм, храм здесь есть, храм рядом с дворцом царским, все это есть, город отстраивается. Вот. Но осуществиться этому было не суждено. Кто знает, может быть, в грядущем царстве Божьем, мессианско-сактологическом царстве, действительно, Христос, помазанник Иисус, потомок Зоровавеля и Давида, вот, в его лице соединятся две эти власти, первосвященническая и царская. Действительно, из Евангелия мы видим, что он первосвященник, правда, не по чину Левицкому, не по чину Аронову, по чину Мелхиседека. Он и царь, царь иудейский, Асана сыну Давидову, приветствует его толпа, и он пророк, великий пророк восстал между нами, Бог посетил народ своего. Три аспекта земного служения Мессии, Иисуса, священнический, царский, пророческий, они совершенно отчетливо представлены в Новом Завете, в Новозаветных текстах, в Евангелиях прежде всего. Дальше он слышит повеление, Захария слышит повеление. А венците будут Хелему и Тавии, и Едаю и Хену, сыну Сафониеву, на память в храме Господнем. Тот ли это Сафония, Цфанья, который был другом пророка Еремии? Наверное, нет, прошло много лет, может быть, какой-то другой Цфанья Сафонии. И вряд ли это пророк Сафония тоже. Есть книга пророка Цфанья Сафонии, есть друг, есть еще Сафония, друг Еремии. Много, ну, несколько персонажей с этим именем. Вот, вот здесь в память, в храме Господнем Хен, сын Сафония. Может быть, это здесь тот Сафония, друг, потому что здесь уже сынову, сын, Хен какой-то, доброта, так переводится имя. И будет владычествовать на престоле своем, будет и священник. А венцы тебе будут Хелему и Тавида. Почему эти венцы передает им Захария? Чтобы их поместить в храм на память. Два венца. Но один человек не оденет на голову два венца. Папа может себе тиару двойную, тройную, да? Вот, если человека награждают митрой священника, потом по второму кругу пошли награды, второй крест ему дается, но вторая митра не дается. Невозможно, человек на одну голову одеть две митры. невозможно, не может человек одеть вот этот самый отрасль или Иисус, или Зарававель, кто-нибудь из них не может себе два венца натянуть на голову. Хотя пытаются постоянно люди, или светская власть пытается прибрать к рукам религиозную, или религиозная власть начинает вершить какие-то дела в светской сфере. Восток, Запад, Цезаро-папизм, Папа-цезаризм, история Средневековья. Повторилась история персидской эпохи с иудеями, потом в христианские Средние века. Так вот, Захария должен отдать эти венцы вот этим самым Хелему Тавии и Идаю Хену сыну Сафонию на память в храме Господнем, чтобы они там хранились. Кто эти самые Тавии, Ида и Хен сын Сафонии? Это священники, священники Иерусалимского храма. Завершается 6 глава следующим стихом 15-м. Издали придут и примут участие в построении храма Господня. И вы узнаете, что Господь Савов послал меня к вам, и это будет, если вы усердно будете слушаться глаза Господа Бога вашего. Говорит ангел, говорит пророку Захарии. Издали придут, то есть вернутся иудеи, все еще остающиеся в Междуречии, Вавилонии, придут и будут участвовать в построении храма Господня. Туда все нечестие, всю эту Ефу с нечистой женщиной, туда всех тех, кто крадет и клянется ложно, 5 глава, а оттуда пусть возвращаются пленники Господни, пленники Сиона, возвращаются, соединяются вместе в единый народ. Для чего? Чтобы достроить наконец храм Господень. В первой части Захарии, в первых главах большое внимание, как и уогея, уделяется вот этой необходимости достраивания храма Господня. Так называемый второй храм храма Господня. И вы узнаете, говорит ангел, что Господь послал меня к вам. Ангел, посланник, посол Божий посылается к Захарии, посылается к иудейскому народу. И когда вот все это свершится, придут издали остатки иудеев, и храм будет достроен, тогда узнаете, что Господь послал меня, говорит ангел. Усердно будете слушаться «Глаза Господа Бога вашего». Как этот глаз, глаз Господень на водах, Бог слава во сгреме, Господь на водах, глаз Господень на водах, Вот как этот глаз Господень слышат верные его? Во-первых, через пророков, во-вторых, через ангелов, в-третьих, через его слово пророки, ангелы и слово Господне записанное. Устное пророчество становится письменным, как в случае с Захарией. Сначала он видит видение, сначала у него диалог с ангелом, Потом эти видения записываются, и мы имеем книгу пророка Захарии, в которой эти все видения, рассказывается об этих видениях, они сохранены в книге пророка Захарии, поэтому мы, современные верующие, можем читать книгу пророка Захарии, во многом эти самые пророчества, откровения, которые даны были Захарии в этих видениях, актуальны и для нашего времени, и для нас, дорогие друзья, зрители портала Экзегет, для которого делается эта запись, для вас и больше ни для кого.